Девочка-пай Девочка-пай Находимся на высоте около километра, одно с уровнем моря, около тысячи метров, ну там 800 или 900. Группа так называемых домашних вулканов у нас здесь. Слева можете видеть как раз-таки большой, самый здоровенный центральный вулкан в этой группе, это Корякский вулкан. У него высота очень легко, запоминается 3, 4, 5, 6. Один из немногих вулканов здесь, на который осуществляется категорийное восхождение. Вулкан считается действующим со всеми утикающими. Не рассинки маковой. Не держав во рту, поднимаюсь вон на те горы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И плутали они несколько часов, до тех пор, пока ветер не выселился настолько, что они могли перекрываться только жестами. Этот парень начал замерзать, этот мужчина вон себе оттаскал, они его к себе привязали, пока они обнаружили, что он мертв. Субтитры создавал DimaTorzok Наелись пирогов, я чисто не стал ничего, я так с собой взял туда. Да там кормить обедом будут, потому что я всегда говорю, не надо останавливаться здесь. Ну, на обратном пути только можно так и чисто. Хотя, ну... Они едят здесь, а потом там поковыряются, ничего не едят. Время 6 утра, и я снова вышел из дома, собрал свой рюкзак, еду снимать. Я хотел было подвести какие-то итоги этого лета, но впереди еще оставшиеся 6 дней августа, и у меня еще несколько съемок. За это лето я уже побывал на нескольких вулканах, на каких-то даже по несколько раз, и выходил в море. Ребята, не закрывайте обзор, давайте смотрите. Это очень классно, я там ни разу не был. В этом году ходил с местной турфирмой на остров Старичков. Захватывающее место. Потом пошел ветер ледяной, а когда на конус поднялись, там все обледенело, и была зима, курга. Потом был ветер сильный-сильный, сдувало, возможно было курску одеть. И как вот куриное яйцо. Гладкий-гладкий лед из-за того, что очень сильный ветер, морозный ветер. И там, если срываешься, то все, а-ля улю. Я сейчас взлетел дроном для того, чтобы сделать очень эпичный пролет, как ребята поднимаются на гребень. И пока я летал, они очень быстро от меня отдалились. И теперь мне эти кадры стоят вот такой быстрой пробежечки. Потому что с каждым шагом рюкзак и камера становятся все тяжелее. Рядом с островом Старичков есть кекур часовой, и в этом году его облюбовал белоплечий орлан. Да, он все частенько там сидит. Они передвигаются не за счет иголочек, как многие привели считать, а за счет вот этих присосочек, которые находятся между иголочками. Они выдвигаются на длину больше, чем иголочки и присасываются. Со всех сторон находятся эти присоски. Точно так же они могут, допустим, листик, тот же самый ламинарий взять к себе, себя облепить этим листиком и постепенно кушать. Вот их ротик. Вот они, зубы здесь видно. Так называемый арестователь фонарь. И все, что мы видим, вот оно, нарезанное. Это нашинкованная ламинария. Тот листик, которым она обернулась, когда прицепилась к какому-нибудь камушку. Обычно снизу под камушек куда-нибудь залазит. Там, где не может ее достать колан или ежика, чтобы не снесло течение. И правда, что колан камнем разбивает его? Да, колан, когда ныряет, он под мышку себе закладывает один камушек. И потом, когда с ежиком всплывает, достает оттуда камушек, раскалывает, ежика кушает. Камушек обратно и ныряет за следующим ежиком. Практически нет ветра, да? Я очень люблю путешествовать. Калават, и я пытаюсь найти новое место, чтобы идти, потому что я смотрю на мирную карту, и я смотрю на местные места, где я никогда не был. И потом, вы можете увидеть Камчатка, на самом деле, в далеко нестыне России, и я просто гуглировал эти фотографии, и все эти красивые фотографии появились. И потом, я читал об этом, и тогда я понял, что это был хороший место, чтобы идти. Когда вулкан извергался в последний раз, это было, по-моему, две... Не помню. Ну, короче, сам факт того, что лава так поднималась, 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 и встала, потому как она достаточно густая и относительно невысокая температура. И потом образовалась вот эта пробка в результате, собственно, выхода твердой лавы. Блин, еле дошли. Ну, я еле дошел. Остальные дошли нормально. Последние метров десять я просто на аморально-волевых шел. Сделал кучу выводов по этому походу. Опять зачем-то набрал этих кучу объективов. Ну, вернее, у меня только один лишний получается. Телевик можно с собой вообще не брать. Вместо телевика лучше взять еще пару бутылок воды по 0,5. Это будет гораздо эффективнее. И в один момент я почувствовал, что у меня реально сводят ноги. Это происходит, когда вот, например, я группу пропустил вперед, остался. Там, поснимать, снять какой-то шот. Они ушли на метров двадцать, я начинаю быстро шагать. Ну, буквально там три-четыре шага и все. И ноги начинают забиваться мгновенно вообще. Справа вулкан. Слева вулкан. О, это очень круто. Остров Старичков, это уникальное место. Это, в первую очередь, все-таки самое большое гнездовье птиц, которые занесены в Красную книгу в пределах Камчатского полуострова, Командорских островов. Там гнездится птичка Старик обыкновенный. Она занесена в Красную книгу. Это птица норная. Поэтому, если вы обратите внимание на сам остров Старичков, он весь покрыт небольшими холмиками. Каждый холмик – это одна-две норы этой птицы. Продолжение следует. Не знаю, как закончить это видео. Потому что, когда я снимал, цели делать влог не было. Я просто был вовлечен в процесс, и порой даже не было времени поговорить на камеру. Да, наверное, это и не было нужно, потому что, когда ты находишься в таких местах, хочется целиком полностью погрузиться в атмосферу, в которой ты находишься. Мне кажется, лучше некуда закончить это видео словами благодарности. Я очень благодарен, спасибо Камчатантуру и Алене с Камчатантура, что дали возможность побывать в таких местах, поснимать в таких местах. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в следующем сезоне, зимой, зовите в другие, более интересные места. На Камчатке таких много. Я хочу сказать спасибо всем, кто топтался на шлак и был в непростых моментах. Ну, как непростых, для меня непростых, для вас это обычные рабочие будни. Спасибо гидам, Вовчику, Диме, Сергею. Спасибо переводчикам, Любе, Ольге, Заилу. С вами я хоть как получился иностранным языком, все, естественно, тщетно. Прекрасной семье с яхтой, которая рассказывала столько интересных историй Леши и Даши. Отдельно благодарность съемочной группе из Нижнего Новгорода. Я думаю, что в сезоне 2020 мы снимем настоящее кино и возьмем побольше операторов. На этом все. Смотрите больше видео про Камчатку на этом канале. Кликайте по ссылкам, подписывайтесь, если вам это нужно. Здесь будет много интересного. Сейчас я не на Камчатке, потому что сейчас там наступает пора холодов. И я ненадолго отлетел оттуда в более теплые места. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok